МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Армения". Эта страна в Закавказье стала независимой 21 сентября 1991 года. На следующий год принята в ООН. Во время конфликта в Нагорном Карабахе на территории Азербайджана в 93-м году Турция закрыла границу с Арменией. Неправительственная организация Европейское движение Армении объединяет молодых людей, которые убеждены, что будущее их страны связано с Европой, а может и Евросоюзом. Молодые люди хотят соответствовать этому стремлению, хотя и понимают, что на пути много барьеров. Граница Армении с Турцией – это не просто граница с Турцией, это также граница с Европой. Это самый короткий путь торговли, поездок, всего остального. Путь лежит через Турцию, и если граница закрыта, то закрыта и Европа для Армении. 325 километров колючей проволоки. Арарат. Так близок и так недостижим. Гора высотой свыше 5000 метров священна для армян. Тут, после Великого потопа, пристал к суше Нойв Ковчег. Армяне и турки начали диалог. Дипломаты обеих сторон говорят, что на переговорах нет запретных тем, но есть последовательность их рассмотрения. Свой вклад в установление контактов между двумя народами делает футбол. Я надеюсь, что осенью мы сможем поехать в Турцию на футбольный матч. Это если границу откроют. Наши переговоры с турецкой стороной продолжаются, и мы достигнем очень важного и ясного решения. Молодежь страны устремлена в Европу, но она не забывает своих армянских и христианских корней. Армения первая в мире государства, где 1700 лет назад христианство стало основной религией. Я хочу посвятить мои знания Армении, ее экономике, культуре. Уверена, что наше сообщество, наша организация привнесет в Армению новые ценности, укрепит существующие ценности, восстановит утраченные и изменит жизнь к лучшему. Моя специальность – германистика. Я хотела бы поработать в Европе. Пульс Армении, ее столица – Ереван. Экономические и политические направления определяются тут. Это касается и отношения к восточноевропейскому партнерству. Эта программа 7 мая будет официально провозглашена в Праге. Год назад официальное представительство Евросоюза было открыто в Ереване. Представитель ЕС в Армении говорит Впервые в Армении Евросоюз представлен на таком уровне. Это группа высокопоставленных советников, которые стараются помочь Армении. Высшие органы власти страны получают советы по разработке и реализации реформ. Для армян развитие демократии является важным шагом в сторону Европы. Большинство из граждан этой страны, даже известные музыканты и артисты, не могут побывать в Берлине, Париже, Лондоне и Риме. Чтобы это стало возможным, нужно искать новые решения. И вот руководитель Европейского движения Армении приезжает в Брюссель. В длинном движении Армении к Европейскому Союзу стране необходимы помощь и поддержка политиков и специалистов Европы. Офис организации «Европейские друзья Армении» готов к встрече гостя. Тут с энтузиазмом смотрят на новые связи между Арменией и ЕС. «Европейские друзья Армении» — новая неправительственная организация, которая в Брюсселе наводит мосты между Арменией и Евросоюзом. Мы делаем это со стороны Европы, исходя из наших взглядов на процесс. Мы стараемся донести до Брюсселя армянскую точку зрения и европейскую точку зрения донести до Еревана. В Европейском парламенте устремления Армении не всегда приветствуются. Специалисты по Закавказью объясняют, что они ожидают от Армении. Сегодня для развития Армении как страны на юге Кавказа совершенно необходимо открыть границу с Турцией. Но не только это. Турция тоже должна открыть границу с Арменией, потому что мы знаем, что Анатолия, один из беднейших регионов Турции, нуждается в торговле с Арменией. Пока Армения не может войти в ЕС. Программа восточного партнерства сблизит страну с Европой. Возможны зона свободной торговли, соглашение о шенгенской зоне и открытых границах, доступ на рынок ЕС. Всё это при выполнении ряда требований. То есть используется схема, которая действует в отношении Норвегии. Армения открывает дверь Европе, но хочет справедливых, равноправных отношений. Я верю, что сейчас у наших европейских партнёров гораздо лучшие впечатления об армянах. Мы продвинулись по многим направлениям. Я всегда говорил нашим европейским партнёрам, что если сравнивать наш прогресс с опытом давно установившихся государств, которые прошли столетия в своём развитии, то это будет неправомерное сравнение. Нашей независимости всего 17 лет. Армения и Европа. Им всё ещё остаётся пройти долгий путь друг к другу. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»